Ксения Бузмакова ученица 9 класса Пермского лицея. Как и положено, девушка уже задумывается, кем хочет стать, на кого пойти учиться и в каком городе жить. Впрочем, размышляет школьница не только о своем будущем, но и о перспективах родного города в рамках думских уроков. Думский урок у нас вообще изначально было понятие, что кто-то из думы и так далее, да. Но потом мы поняли, что скорее всего что-то от слова думать, да, мы будем рассуждать на какую-либо тему. И уроки такие важны, я считаю, потому что это все равно развитие, это размышления на такие темы. И если не затрагивать даже такие простые темы, не будут затрагиваться более сложные. Пермь – город на Каме. Новая тема просветительского проекта «Думские уроки». Школьные занятия, где в роли лекторов выступают депутаты Пермско-городской думы, будут весь год проходить под этим девизом. Урок о городе на Каме проходит почти в каждой школе Перми. Такой формат общения молодежи и городских властей – хорошая возможность поделиться интересными идеями. Побольше разных мероприятий на задержке. Можно сделать побольше общепита. Аквапарк не хотите на Каме? Можно аквапарк. Главная цель просветительского проекта «Думские уроки» – рассказать молодому поколению историю того места, где они живут. Лекции депутаты готовят вместе с краеведами. Так, чтобы было интересно не только узнавать историю Перми, но и размышлять о будущем города. Мне как раз хочется на этих уроках вытащить мысли ребят именно о городе, о том, как его улучшить, о том, как его благоустроить. Я надеюсь, что действительно наше поколение будет дальше заботиться о тех ресурсах, которые есть в городе. То есть мы благоустраиваем, они улучшают эту среду. Наверное, это самое главное. Урок о городе на Каме проходит почти в каждой школе Перми. Завершается он вопросом о том, что будет дальше. И на эту тему депутаты размышляют вместе с ребятами. Эта цель ставится каждый думский урок, который ежегодно проходит, но с разных позиций. Сегодня у нас интереснейшая тема, я считаю, Пермь – город на Каме. Тут и город, тут и люди, тут и река наша замечательная. Этим надо гордиться, этим надо пользоваться. И историю реки, и города Камы на ней надо знать. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин говорил о необходимости привлекать молодежь к изучению истории при Камье. По мнению главы региона, привязка к корням осознания причастности к истории родного края может стать хорошей гарантией того, что на конкретных примерах молодежь поймет, откуда и как сформировался уральский характер. Екатерина Рухтина, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта».